Поступление в местном теле Генуру Валентины Егоровны Пожалуйста Здравствуйте Меня зовут Валентина Егоровна Почему я пришла на этот митинг По поводу протеста По поводу пенсионной реформы Так слышно? Дело в том, что живя в поселении Новофедоровском Мне пришлось напрямую столкнуться С той несправедливостью, которая на сегодняшний день существует Но я бы хотела начать свое выступление не с этого Вы все видели, какой прекрасный анпилон сделали у нас возле памятника Вы в курсе все Фотографии ваших родственников, ближайших И мужей, и сыновей, которые погибли в Великой Отечественной войне И во время Чечни, и во время Афгана Меня немножко всегда напрягала эта тема По поводу того Почему замалчивает наш Я начинаю просто свое выступление именно с этого Почему наше правительство замалчивает то Что на сегодняшний день обязаны были выплатить за погибших в Великую Отечественную войну Из-за других воинов, которые погибали Защищая свободу и честь, достоинство нашей Родины Такой закон на сегодняшний день существует Но, к сожалению, он не находит своего осуществления Почему? Я считаю, что это все заключается в том Что мы, мы жители И не только жители А вообще каждый человек проявляет определенную какую-то инертность В плане того, что мы не отставим свою твердую позицию И те права, которыми нас наделяют Голосуя Голосуя на выборах за того, за иного человека Потому что, отдавая свой голос Мы должны понимать, что это наша судьба Это наша дальнейшая жизнь Это жизнь наших детей и наших внуков И мы должны быть уверены в том Что все наши наказы И те обещания, которые дают представители власти Они всегда будут выполнены Поэтому на сегодняшний день Пенсионная реформа Это только часть Часть той несправедливости С которой мы на сегодняшний день сталкиваемся Я, изучая все новостные колонки На сегодняшний день увидела следующее Значит, я не знаю, как вы В курсе или не в курсе Значит, если вы являетесь Собственникам подсобного хозяйства Или частного дома Нас начнут облагать налогами На все строения Более того, если вы выращиваете у себя на дачах Или в своей собственности в домах Будете выращивать животных Выращивать овощи и все прочее Вас тоже будут облагать налогом Потому что это приравнивается Вы становитесь индивидуальным предпринимателем Более того, на сегодняшний день Если вы в курсе Это все, я вам говорю Из достоверных источников Те, которые публикуются непосредственно в прессе На сегодняшний день Наши личные счета Сбережения, которые есть у каждого из нас Они будут отслеживаться Более того, за перевод денег С книжки на книжку Или с карточки на карточку Тоже это будет отслеживаться Если вы не в курсе Я, изучая историю России Значит, на сегодняшний день Увиделась в том, что вот перепись Почему пенсионную реформу на сегодняшний день Нельзя принимать в таком виде Значит, последняя перепись населения Была в 2010 году С 2002 по 2010 год Более 2,5 миллионов людей В принципе, за это время Ну, почили в бозе, будем говорить так Поэтому пенсионная реформа Которую на сегодняшний день Пытаются популяризировать представители Крупнейшей партии Единая Россия Она абсолютно неприемлема для нас Неприемлема в том, что Столько несправедливости было допущено Я уверена и к тем, кто среди вас Сколько стажа Сколько стажа ушло У тех людей, которые работали Которые работали во время СССР Вы, наверное, с этим сталкивались Что вычеркивали, пропадали Архивные документы и все остальное прочее И очень много стажа Многим людям практически не начисляют Я считаю, что вообще пенсия должна начисляться Исходя из вашего стажа Исходя из той заработной платы Которая на сегодняшний день существует На том рабочем месте, где вы работаете Но мне бы хотелось еще заострить свое внимание на следующем На протяжении прошлого года Нам пришлось биться практически Биться с компанией потребка операции Которая работала у нас до этого в ЖКХ Которая, наверное, вы даже не знали О том, что эта компания обанкротилась 55 миллионов, которые она забрала За содержание и ремонт За 75 тысяч квадратных метров жилья Которое у нас в Яковлевском есть До сих пор эти деньги не вернули Более того, людям не выплатили зарплату Не выплатили зарплату, сделав таким образом Что просто директор компании И его же учредитель Романюк Юрий Владимирович Он просто взял и сказал, что нет людей Люди не работали Естественно, нет долга А это более 2,5 миллионов Нам пришлось самим сотрудникам ЖКХ Добиваться этой заработной платы На сегодняшний день В принципе, вынесли на решение В пользу работников Эти вопросы решаются Но пока заработная плата не выплачена Почему я говорю о пенсионной реформе О какой пенсионной реформе можно говорить Когда после того, как мы добились Выплаты заработной платы Значит, 8 человек из этой Взяли и просто уволили Местных жителей На рабочие места Пришли представители Узбекистана Вот и представьте себе Где работать нашим людям То есть мы таким образом Увеличиваем безработицу Деловой мир на сегодняшний день Проводит точно такую же политику Поэтому, изучая вот эти вот все документы Потому что я готовила документы для суда Значит, я вам могу сказать Сколько практически не сделано Отчислений в пенсионный фонд И какая разница существует Между теми цифрами Которые были в пенсионном фонде И той фактической заработной платы Которую выплачивали нашим представителям Нашим работникам ЖКХ Поэтому я считаю, что мы должны вообще Проявлять свою какую-то гражданскую позицию Отстаивать свои интересы И не доверять Не доверять свой голос Не убедившись в том, что человек На том месте, куда мы его избираем На том месте, где он будет представлять наши интересы Защищать наше будущее с вами Я считаю, что нам нужно просто проявлять На самом деле гражданскую позицию И быть твердым во всех своих Во всех своих начинаниях и делах Спасибо большое Спасибо большое